А теперь новая серия проекта «Красноярск без путеводителя». Сегодня Денис Дизисов решил не привязываться к одному месту. Он прогулялся и узнал много нового о скульптурах эпохи нулевых. Забавных, ироничных, а порой и малозаметных. Смотрим. Как-то так исторически сложилось в российских городах, что самыми узнаваемыми становятся либо очень трагические, либо очень серьезные скульптуры и памятники. Но в Красноярске беззаботные нулевые годы в этот вид искусства привнесли чуточку иронии. Стиль всему городу, конечно же, задал Андрей Поздеев. Скульптура появилась как раз в 2000 году, и с тех пор этот сквер, кроме как Поздеевским, никто иначе не называет. И несмотря на то, что это великий сибирский художник, он почти одного роста с остальными горожанами. И о близости к народу говорит и наполированный нос художника. Горожане трут его на удачу. И эту привычку перенесли практически на все остальные скульптуры Красноярска. А это первый и единственный красноярский памятник, появившийся по результатам народного голосования. Как видите, свою любовь горожане до сих пор демонстрируют, приодев музыканта к зиме. Конкуренты, между прочим, у него были серьезные, врагвисты, хоккеисты и даже суслик с острова Татышев. Но увековече все-таки решили славу Глюка, лидера культовой красноярской группы «Нашествие кактусов». Об этом напоминает, собственно, кактус в его чехле, а также кошка и светофор. Отсылки на самые популярные его песни. Скульптурная композиция «Мужчина с собачкой». В народе гораздо более известная, как просто дядя Вася-пьяница. Посыл очень прозрачный, о вреде чрезмерных алкогольных возлияний. На улице Декабристов он появился в 2005 году вместе с благоустройством. И стоит обратить внимание, что взгляд персонажа направлен на тогда еще работавшие песочные часы, что напоминает о бездарно потраченном времени. Вылазит как-то опытный сантехник из канализационного люка и говорит своему молодому напарнику «Учись, сынок, а то так и будешь мне всю жизнь ключи подавать». Скульптура «Дядя Яша и стажер» намеренно отсылает к этому бородатому анекдоту, для того, чтобы стать чуть народнее. Он установлен в честь 90-летия Красноярского водоканала. А еще это официально самый забавный памятник России 2005 года, по версии Всероссийского краеведческого конкурса. Не забыли у нас и о представителях более современных профессий. Например, это извоение в честь тех, кто делает наш мир красивее. Дизайнеров-полиграфистов. Смого работника, конечно, на месте нет, но зато стол во всех подробностях. Непременная кружка с кофе. Говорят, это топливо для всех дизайнеров. И еще примечательно, что скульптуру открывали ровно в 10 часов 10 минут. По статистике, это среднее время, когда все дизайнеры в мире просыпаются. Ну и последняя на сегодня скульптура примечательна тем, что она очень непримечательна. Муза Тера Психора прячется буквально у всех на виду. Этот дом стоит на улице Михаила Годенко. И говорят, что именно из-за личного уважения к легендарному красноярскому хореографу застройщик и решил установить здесь покровительницу танцев. Денис Денисов, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Субтитры подогнал «Симон»